Мы с вами в зале Ленинградского государственного ордена Ленина Академического малого театра оперы и балета. Его сокращенное имя – Малигот, известно во всей стране. Оно давно стало символом творческого поиска, энтузиазма, живого молодого отношения к своему делу. Многие произведения, теперь уже ставшие советской оперной и балетной классикой, именно в этом театре обретали свою жизнь. От Прохофьевской дуэни до современных поисков в балете Тищенко-Ярославна – интересный, очень значительный путь трупы Малигота. Этому пути характерны открытия не только в области новой музыки, новой режиссуры, новой хореографии, но и в отношении классики. Одна из таких работ, заслужившая внимание, благодарность и зрителей, и музыкальной критики – балет на музыку Лёвенсхольда Сильфида. Премьера этого балета была почти 150 лет назад, в Париже. Хореография Тальони имела огромный успех. Зрителей подкупила новая для театра тех времен простота, без искусственных, теплая человечность спектакля. Вскоре этот балет на музыку Шнейдсгофера вошел в репертуар многих европейских театров и уже в 1835 году появился в Петербурге. Особенный успех в России пришел к этому балету с 1837 года, когда в партии Сильфиды выступила блистательная Мария Тальони. К концу XIX века рождение множества новых балетов, самых различных композиторских и хореографических стилей вытеснило Сильфиду, и спектакль казался потерянным навсегда. Одна из исполнительниц партии Сильфиды, Эльза Мариана фон Розен, теперь руководит балетной труппой в Гетеборге, в Швеции. Ее, именно ее усилиями, в наши дни была реставрирована хореографическая версия Сильфиды Бурнанвилля. С радостью откликнулась она на предложение Ленинградского театра поставить балет на нашей сцене. Она сказала, «Я передаю советским артистам замечательное романтическое произведение, потому что надеюсь тем самым хотя бы в малой доле возместить то, что получено всем остальным миром от русского и советского балета нашего века». Ленинградского театра 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Аплодисменты. 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 Содержание балета можно изложить очень коротко. Легкий воздушный образ сказочной Телефиды пленил сердце Джеймса. И мрачные предсказания колдуни о том, что свадьба Джеймса и Эффи расстроятся, сбываются. Герой покидает дом в неистребимом желании догнать свою легкую мечту, свою сельфиду. Этим завершился первый акт балета. Что же дальше ждет нашего героя? Он попадает в волшебный лес. Как обычно в сказках в темных дебрях его обиталище злых сил. Колдунья со своими готовыми на все помощниками варит в огромном котле зловещее зелье. Из адской кипящей смеси она вынимает шарф. Легкий шарф. Но в своей изменчивой легкости он таит гибель. Гибель тому светлому идеалу, который так ненавистен злым силам. Доверчивый Джеймс, не зная этого, принимает от колдуньи шарф, надеясь, что он поможет ему поймать неуловимую сельфиду. На светлой лесной поляне танцуют, словно стрекозы, подруги сельфиды. Печальные, прозрачные, как неосуществимая мечта о счастье. Прилетает сельфида, и в трогательном дуэте с Джеймсом раскрывается ее невинность, доброта, чистота. Она предстает перед нами, как будто бы часть прекрасной природы. Леса, поляны, птиц, ручья. И как все это может погибнуть от неловкого прикосновения человека, так и сельфида, пойманная ведьминским шарфом, гибнет в руках Джеймса. Трагический напев Валторми, уже знакомый нам по вступлению к балету, звучит безнадежно, траурно. Сельфида успевает, однако, возвратить Джеймсу обручальное кольцо, похищенное ею, тем, как бы стараясь вернуть его к людям, к реальной жизни. Но поздно. Он не сможет больше жить без мечты. Да и жизнь проходит мимо. Приближается свадебное шествие. Его невеста Эфи вышла за другого. Вот все содержание балета. Простота, даже некоторая как бы первозданность этого балета, его языка, очень трогает, очень согревает современного зрителя. Вот чем же? Может быть, наше знание современных хореографических почерков, впитавших в себя остроту ритмов нашего времени, его деловитость, спортивность, некоторую откровенность в выражении чувства. Может быть, эти знания, как и сама энергичная жизнь наших поколений, рождают в нас тягу к возвышенному, тоску по романтизму. Именно она ведь заставляет героя балета отказаться от земного, будничного, обычного, хоть и прекрасного течения жизни в порыве за мечтой, за неким, пусть даже неосуществимым идеалом хрупкой чистоты. Юноша отказывается от земных прочных благ, может быть, нанося, не сознавая сам того, боль близким, боль окружающим его людям. Но ведь и романтический порыв его, как это часто бывает, приводит к гибели, вслед за гибелью самого идеала, неосторожное прикосновение человека опалило крылья Сильфиды, и мечта исчезла. Но сколько будет жив человек, его стремлением к прекрасному, его стремлением к идеалу будет держаться мир, его духовность, его возвышенность. Потому Сильфида волнует и теперь, потому жизнь этому балету уготована долгая. Этого не могли не чувствовать все, кто участвовал в создании этого спектакля, ибо спектакль получился, ибо он по-настоящему волнует. Этого не могли не чувствовать художники и музыканты, каждый из участников замечательного кордебалета, его солисты, исполнители всех партий. Вернемся же в мир наших героев, ко второму действию балета Сильфида. Сильфида 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 С удовольствием! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Джеймс. Крестьянин. Заслуженный артист РСФСР, лауреат международного конкурса Анатолий Сидоров. Другие партии, а также «Сельфид», «Крестьян» и «Ведьм» исполняли солисты и артисты балета театра. Музыка балета «Сельфида» написана Херманом Левенсхольдом, хореография Августа Бурнанвиле, постановка Эльзы Марианны фон Розен, Швеция. Дирижировал Павел Бугельников, декорации спектакля художника Соломко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ